Всем привет! Меня Мария зовут. Сегодня мы тестируем камеры. У нас продолжается серия подлов. Сегодня мы тестируем конику Hexar и Contax G2. Две топовые камеры, очень-очень известные и на самом деле даже чуть-чуть похожие по параметрам. Единственное различие у них это в том, что здесь объектив не съемный, а здесь съемный. В принципе по параметрам объективов они очень-очень похожи. 35 мм диафрагма лойка и 45 мм диафрагма лойка. Что, пошли тестить? И заправляется пленка Ilford Pan 400 ЧБшечка. Кстати, всем любителям говорить Hexar, Hexar и так далее, нам все равно, как она называется. Для нас она называется Hexar или Hexar или Hexar. Триллиард тысяч названий. Ну что, смотал? Да, все готово. Не обращайте внимания на катушку, это мы намоточку сделали. На самом-то деле пленка стоит Ilford Pan 400 ЧБшечка. Напоминаю всем. Батарейки вставлены, вставляется пленка. Мы находимся на армии. Москва. Когда я приземлялся недавно на аэрофлоте, мне сказали, вы приземляетесь в городе Героя Москва. Вот, так что отправляемся снимать в городе Героя Москва на арму. Вот он, пух. Весенний московский пух летит. Будем тестить камеру в самых популярных условиях. Сейчас будем снимать пух летящий в новом свете. Посмотрим, как они будут движения. Будут ли они его вообще? Диафрагму поставила 5,6. Нужно такое среднее значение на всякий случай. Выдержка А. Здесь будет 1,500. Ходик сейчас показывает. Здесь 1,250. Будем фотографировать архитектуру на этот ходик. На области. Что-то довольно часто происходит с людьми, которые это не камень. Вароконятие. Очень странно. Здесь этот затвор срабатывает. Супер тихо, ну, в плане самого затвора, но звук издает, конечно, странноватый, типа непонятно, чтобы сфотографировать. Здесь как-то все помягче происходит. Напоминаю, что у нас стоит везде автофокус. Заморачиваемся с обычными настройками полностью. Сейчас поставила диапрагму восьмерку. Вот так, да, чтобы еще потеннее. И выдержка по-прежнему на авто. Попробуем сделать кадр в контрровом свете, потому что это обычно болезненная история для всех аппаратов. Здесь стоят суперки реабективы. Здесь, в частности, CIS стоит, планар. Здесь кониковский реабектив. 35 мм диапрагма восьмерка. Здесь тоже диапрагма двойка. Я диапрагму буду закрывать, чтобы там не было все супер пересвечено. Здесь поставлено 11, здесь тоже, чтобы, ну, как бы, да, сравнять всю эту историю. И попробуем сделать кадр в наш, попробуем в свете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так, я стою в месте, где будет мое селфи, скажем так, мой портрет. Я показываю вам пример как раз вот света тени, на которой я буду стоять, как это будет выглядеть. И сейчас Маша зарядит нам фотографию. Peace! Будем делать такой типичный тест-трит-фотографический кадр. Поскольку типичный, я попробую, поскольку его обмокамеры считаются прямо такими идеальными для стрит-схемы. И это тоже не получится. Снимаю на диафрагме 11, потом здание, которое мне попадает в эффектив, скажем так, да, чтобы оно не расплылось. Дублирую диафрагму 11, если кто-то не расслышал. Поехали! Готово! Мы нашли прекрасную модель для макро и мини съемки. Это малыш Вейдер. Сейчас мы его посадим. Держи, Маша. На стекло, которое усыпано просто лепестками чего-то там. Будем снимать макро. На самый-самый открытый диафрагме, то есть на двойке. Понимаешь, что она у камер одинаковая. Посмотрим, как от нее вообще разбивает фон. Красивые ли размытия. Только они это делают. Музыка 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 Закрывая диафрагму, потому что очень солнечно. А у нас все четыре сна. И посмотрим, что из этого получится. И напоследок решили Самолетик сфоткать Комета В плане автофокуса Работает лучше То есть более цепкий гоник К сожалению, посмотрим, что будет по результату Но автофокус не всегда срабатывает Еще что У гоники нет серийной съемки Наверное, для кого-то это важно Гон так сможет похвастаться Аж двумя видами серийных съемок Более быстрые И более медленно В плане Работы Не знаю, самих Котиков По-моему, все очень плавно Все очень понятно и приятно Так что вы знаете, если таскать с пленки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok